К нашему эфиру присоединяется Сергей Бородчук, спикер украинской добровольческой армии ЮГ. Доброе утро, Сергей. Слава Украине. Здравствуйте. Героям слава, слава Урданам Симу. Приветствую коллеги. Доброе утро. Командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов снят с должности. Накануне об этом сообщили ЗЭТ-военкоры. Как пишет близкий к Минобороны России канал Рыбарь, Соколов возглавил флот осенью 22-го года. И это уже второй с начала войны с Украиной, командующий Черноморским флотом. Я так понимаю, это тот, кто пережил удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ну, то есть, можно сказать, что его не британская ракета Storm Shadow сняла с должности украинский дрон Магура? Ну, я думаю, что его с должности сняли силы обороны Украины. Прежде всего, все те составляющие, которые входят в силы обороны. Поэтому, вы знаете, по большому счету, кто будет возглавлять Черноморский флот Российской Федерации, не меняет для нас ничего на порядке, на повестке дня. Потому что мы прекрасно понимаем, что атаки на Черноморскую флотилию, они будут продолжаться. Эти атаки будут приносить результат. И, собственно, если сегодня мы говорим о том, что доминирующая роль Черноморского флота Российской Федерации в Черном море, она уже нивелирована, то главное сегодня в другом. Если не полностью уничтожить флот, то, по крайней мере, эту флотилию привести в такое состояние, что она действительно не сможет выполнять ни одну боевую задачу, кроме эвакуации оккупационных войск с территории временно оккупированного Крыма. Поэтому, ну и, конечно, спасибо тем, кто создавал, разрабатывал и британские ракеты, которых вы вспомнили, ну и, соответственно, наши дроны, потому что наша флотилия дронов, она действительно выглядит более впечатляюще, чем Черноморская флотилия Российской Федерации. О наших дронах, о невозможности, скажем так, им противостоять Черноморского флота, мы поговорим немного ниже, и я бы сейчас хотел об логистике, морской логистике россиян поговорить. Смотрите, вот по оценкам, по одной информации, Цезарь Куника ввез боекомплект с материковой части России. Некоторые блогеры писали снаряды из Тамбова, которые сейчас отлично сдетонировали на дне Черного моря. По другой информации, боеприпасы из Сирии, ну, как, к примеру, шахеды, да, на покойном Новочеркасске, который тоже занимался перевозкой. Вот скажите, может ли быть Сирия, то есть может ли быть это морской, прямой морской рейс из Сирии, ведь Босфор для военных кораблей Черноморского флота закрыт. То есть может ли это быть некий воздушный коридор в Новороссийск, а уже оттуда в Крым? Ну, может быть, воздушный коридор, в том числе и в Крым, и такие рейсы совершались, Тегеран, Симферополь, например. Собственно, если мы говорим о Сирии, то этот морской коридор, к сожалению, для России полноценно не закрыт, потому что вы действительно абсолютно верно говорите о том, что военные корабли не проходят Босфор, действует соответствующая международная конвенция, слава богу. Но что касается других гражданских судов, то, собственно, Россия их и тоже использует для того, чтобы перебрасывать оружие, в том числе и с Сирией, на территорию временно оккупированного Крыма, ну и в частности, в том числе и в Россию, в Порт-Новороссийск. Есть такие данные, и поэтому просто хочу заметить, что такие гражданские, условно, корабли российские, они тоже законная цель для наших дронов, в том числе, и не только дронов. Поэтому я надеюсь, что это учитывается, уверен, что это учитывается при планировании той или иной военной операции. Но это нюанс, скажем так, прохождения через Босфор. Что касается уже военных кораблей, именно БДК, больших десантных кораблей, то действительно они использовались уже не по предназначению, а использовались именно как логистика. Такие себе морские паромы, которые перевозили и могли, и могут, еще там есть несколько штук осталось, могут перевозить военные грузы, что они, собственно, и делают. И если мы говорим действительно о качестве тамбовского пороха, надо дать должное. Порох хороший детонирует даже под водой. Ну и, соответственно, поэтому и потеря для логистики врага в этой части Черного моря, на территории Крыма, она является, ну, очень тяжелой. Пока еще есть, действительно, БДК несколько, которые будут, возможно, через какое-то время совершать такие рейсы. Но, опять-таки, пусть оглядываются, потому что Магора может оказаться рядом, и не только Магора, в любой момент. Ну, и что касается порта Новороссийск, то тоже хочу напомнить, что порт Новороссийск является законной целью для вооруженных сил Украины. Собственно, мы это доказали, силы обороны доказали, 4 августа 2023 года. Напомню, Ленигорский горняк был атакован именно портом Новороссийск. Да, то есть аналитики все единодушны в этом мнении, что удар по БДК Куников еще более ослабит логистические цепочки россиян, да, в Черном море. А что скажете о сухопутном снабжении армии агрессора, то есть морской путь уже под ударом? Вот по поводу Крымского моста. Насколько я знаю, что при каждой воздушной тревоге в Крыму, а это едва ли не ежедневно происходит, автоматом закрывают Крымский мост. Абсолютно верно. И сегодня говорить о том, что он функционирует 100% нельзя. Да, это еще та логистика, которая, к сожалению, нас не устраивает. Вернее, отсутствие логистики по Крымскому мосту нас бы устраивало. Это единственный вариант. То есть это незаконное строение должно быть разрушено. Пока такого нет, но вот эти случаи, вернее, спланированные операции и четко и хорошо реализованные, как уничтожение российских кораблей, прежде всего и для логистики, свидетельствуют о том, что Крымский мост очень близко. Близко в плане того, что будет нанесен удар, а он должен быть нанесен один раз, как говорится, для того, чтобы раз и исчез. Поэтому вот эта мышеловка в Крыму должна захлопнуться. Мы это прекрасно понимаем. А что касается Цезаря Кунникова, возвращаясь к этой чудесной, как говорят в Одессе, шикарной военной операции, то действительно это те грузы, которые могли быть на борту Кунникова, и шли они прежде всего для южной группировки российских оккупационных войск. То есть это не только и нисколько Крым, это прежде всего Херсонское направление, возможно, в том числе и Запорожское направление. Но Херсонское, прежде всего, там, где есть на левом берегу наши плацдармы. Поэтому любой урон для врага, а тем более такой тяжелый удар, для нас, конечно, большой плюс. Поэтому с логистикой у врага становится все хуже. Еще много работы, очень много работы, но каждый такой удар – это хороший результат. Вот, посмотрите, Сезарь Кунников, производство 1986 года, то есть относительно новый, да, можно так сказать, и, то есть, потенциально мог обнаружить такую опасность, такую мишень. Средство обнаружения, средство реагирования, ну, на те же торпеды, да, гидроакустика, она, получается, против дронов не действует, или это украинские дроны такие невидимые? Это хорошие украинские дроны. Помните, как в известной песне, известной структуры «Тихо пришел, тихо ушел». Это касается, в том числе, и наших дронов, которые усовершенствуются, и, насколько мне известно, то дроны Магора, которые принимали участие в уничтожении и Ивановца, и Цезаря Кунникова, это сегодня уже не окончательный результат работы наших конструкторов, инженеров, и, собственно, тех, кто эти операции реализовывает. Это уже промежуточный этап, то есть дальше есть более мощные модели, далее есть более современные модели. Это то, что сегодня позволяет нам сказать, в этом плане Украина делает прорыв. По крайней мере, на море сегодня, ну, фактически, со стороны Российской Федерации конкурентов у Магоры нет. Хотя Россия пытается это делать. Даже что-то демонстрирует, правда, на выставках. Наши Магоры на выставки не ходят, они работают в море. С этим мы уяснили. Давайте разберемся с вопросом о следующих мишенях. В частности, в недавней массированной ракетной атаке России, предположительно, по словам руководителя Объединенного пресс-центра оперативного командования ЮГ Натальи Гуменюк, принимал участие ракета-носитель адмирал Макаров, пуск из акватории Черного моря. Пункт базирования Макарова – Новороссийск. Теоретически бить корабли на рейде Новороссийска мы уже можем. Правильно? Абсолютно верно. И еще раз хочу напомнить, что 4 августа прошлого года был атакован Оленигорский горняк. И вы знаете его очень неприятную для россиян судьбу. Если вспоминаем адмирал Макаров, то была попытка его атаковать, пока неудачная. Но надеюсь, что следующий действительно будет 100%. Тем более, это ракета-носитель, тем более, это тот военный корабль, который принимает участие в обстреле мирных украинских городов. Вы знаете, буквально за сутки, может, даже чуть менее, именно в вашем эфире мы говорили о том, что после Ивановса будет следующий военный корабль. И вот случилось так с Цезарем Кунниковым. Мы сегодня уже два раза, как минимум, вспомнили и порт Новороссийск, как минимум два раза вспомнили адмирал Макаров. Ну что ж, пусть это станет традицией. Да, пусть станет. Хотели спросить о ситуации на левобережье Днепра. Наталья Гуменюк отметила, что сейчас в штурмах россияне задействуют меньше бронетехники. В основном идут группы по 10-15 человек пехоты. Скажите, почему? Техника уничтожена в СУ или отведена в резерв, чтобы противостоять возможному появлению нашей техники? Но ведь плацдарм, он все время расширяется. Ну, я бы сегодня говорил не о расширении плацдарма, о том, что нашим подразделениям удается эти плацдармы, я подчеркиваю, плацдармы, а не плацдарм, удерживать. Это и есть основная задача сегодня наших сил обороны, которые находятся на левом берегу. Что касается резервов, враг значительно подтянул и усилил группировку войск Днепр, части которой и соединения как раз и пытаются выполнить задачу по уничтожению плацдарма на левом берегу. Работает хорошо наша артиллерия с правого берега, которая работает по вражескому вооружению, вражеской технике, уничтожается ствольная артиллерия, уничтожается та самая техника, о которой вы вспоминаете. Ну и, собственно, в небе наши пивидроны, они выполняют очень сложную работу. Во-первых, защищают наших бойцов, во-вторых, уничтожают эту российскую технику. Работают очень эффективно, поэтому враг пытается технику спрятать, пытается меньше выводить ее на поле боя, потому что были прецеденты, когда именно эта техника не использовалась как десантные машины. Враг высаживал это пушечное мясо и пытался убежать, но недалеко. Этого не получалось. Поэтому сегодня максимально пытаются экономить эту технику. Ну и, собственно, оглядываются на дорогу 2206. Это Олежкиновая Каховка. Эту дорогу уже называют кладбище российской военной техники. Поэтому пытаются укрыться, пытаются обезопасить себя. А вот что касается людей, это расходный материал для России. Поэтому отправляют на убой, как говорят, с билетом в один конец. О соседнем плацдарме хотелось бы поговорить. Сергей, спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия, Дмитрий Лиховий, сообщил, что на Ореховском направлении, это в районе Работинского выступа, это тот плацдарм, который украинская армия отвоевала летом предыдущего года. Так вот, там говорит спикер, что армия оккупантов сосредоточила мощную группировку. Какова там ситуация на данный момент? Есть ли данные о том, что готовится некое наступление со стороны россиян? Враг действительно потянул туда резервы, враг действительно сосредоточил там очень большие силы, и личный состав, и вооружение, и технику. Ситуация там выглядит довольно-таки сложно. Мы видим, что сейчас по всей линии фронта, особенно по отдельным локациям, россияне пытаются использовать военную авиацию, военные, авиационные вооружения. Поэтому, действительно, вполне вероятно, готовятся и продолжают, вернее, даже те действия по выравниванию так называемого работинского плацдарма. Хочу отметить, что наши войска готовы к развитию такой ситуации. Все прекрасно понимают, что, вполне вероятно, враг может осуществить более активные действия именно на этом направлении. Да, это те позиции, которые были отвоеваны нашими войсками летом прошлого года. Мы помним, насколько сложной была эта операция, и были потери и у нас, в том числе и у нашего 7-го батальона АРЭИ Украинской добровольческой армии, которые принимали непосредственно участие в освобождении Работина. Ну, собственно, готовимся, готовы и воюем дальше, потому что прекрасно понимаем, что ситуация интенсивности, возрастания интенсивности боев, она для каждой локации сегодня этот градус повышается. Еще бы хотелось по функционированию зернового коридора. Сейчас в перевозке грузов задействованы Черноморск, Одесса и Порт Южный. Вот есть ли возможность задействовать Николаев, Очаков, или же там влияет на всю эту ситуацию близость оккупированного Крыма, близость воинских подразделений России на территории оккупированного Крыма? Ну, прежде всего, по Очакову, конечно, нет, потому что сегодня та ситуация, которая там сложилась, воевая ситуация, ситуация безопасности, она не отвечает требованиям соответствующим, такие, как сегодня выполнены по портам Большой Одессы. Очаковская громада постоянно обстреливается врагом, мы не забываем, что Кинбургская коса, к сожалению, сегодня еще под временной оккупацией, ну и, собственно, по Николаеву тоже враг наносит удары, поэтому я думаю, что это вопрос времени, с одной стороны, с другой, все будет, скажем так, с точки зрения безопасности рассматриваться, прежде всего. А с другой стороны, мы говорим о том, что сегодня успешность работы нашего экспортного коридора из Одессы, Южного, Черноморска, и, в принципе, даже несмотря на атаки шахедами Дунайского нашего кластера, то это действительно успехи. Во время войны выходить на довоенные уровни перевалки грузов, ну это тоже подвиг, трудовой, но подвиг. Кстати, хотел вот спросить о Дунайской, о навигации на Дунае с началом полноценного функционирования морского коридора речной. Насколько там объемы изменились, уменьшились или остались прежними? Объемы я имею ввиду транспортировки зерна. Я думаю, что работа этого коридора, этих коридоров еще будет активизироваться. Одно другому не мешает. Да, совершенно верно. Такой момент в самом конце хотелось бы выяснить. Вот разведка в Великобритании предположила, что для запуска ракет «Циркон». Я напомню, останки этих ракет были найдены на территории Киева после атаки 7 февраля. Так вот, россияне использовали систему береговой обороны К-300 наземного базирования. Предположительно, из-за того, что в Черноморе кораблей, носителей таких ракет нет, то предположительно запуск был произведен из западной части оккупированного Крыма. Есть ли у вас данные какие-либо по именно местам запуска «Цирконов» и в чем опасность таких ракет? Ответ будет очень коротким. Все военные объекты, все без исключения, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма, они находятся в зоне боевого поражения силами обороны в Украине. Достаточно лаконично и спасибо. Спасибо, Сергей, что приняли участие в нашей программе. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был на связи с телеканалом «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.